Потому что тревога – это один из базовых механизмов, которые мы эволюционно выработали для того, чтобы нам было проще выживать. Вообще цель эволюции какая? Базовая цель эволюции любого вида – это выживание. Каким образом достигается выживание? Выживание достигается тем, что передаются гены, возникают новые поколения, новые поколения, новые поколения. И, как мы видим, разные живые существа справляются с этой задачей совершенно по-разному. И рыбки какие-то условно безмозглые или почти безмозглые, насекомые, даже бактерии. И в том числе такие высшие позвоночные животные. И мы, как люди, которые тоже относимся к этому типу, мы тоже выжили. Но за счет чего выжили люди? Есть два ключевых фактора. Первое – это какая-то физическая сила, привлекательность для того, чтобы создать пару и продолжить, дать потомство, продолжить поколение. И второе – способность к социальному взаимодействию. Вот это, наверное, два ключевых фактора, которые позволяют человеку, будучи относительно слабым по сравнению с другими живыми существами, как-то выживать. Потому что, когда человек объединяется, никакой хищник не может устоять против него. И вот тревожность, которая сейчас прямо бушует в мире, тревожность – это эволюционное изобретение, которое заставляло нас быть насторожен. Нас, но я имею в виду все человечество, многие десятки тысяч поколений наших предков. Быть насторожен. Потому что если ты насторожен, скорее всего, ты выживешь и дашь потомство. Это неосторожные люди, которые, допустим, долго думали, рефлексировали. Так, что-то пахнет дымом. Наверное, это пожар. Если пожар, то, скорее всего, надо убегать. Вот такие люди не выживали, не оставляли потомство. Потому что те люди, у которых тревога была, скажем так, достаточной для выживания, они только почули запах дыма, услышали какой-то шум. Что, как, непонятно. Любая новизна, в принципе, несла потенциальную опасность. Шум. Это могло быть наводнение, это могла быть сель, которая сходит с гор. Это, может быть, соседняя племя на нас напала, хищники бегут. Какой-то смерч. Что нужно делать? Если угроза, у нас выработаны два типовых ответа – бежать или сражаться. И тревога – это такая наша способность быть все время на чеку, все время держать ушки на макушке, чтобы не пропустить опасность. И с точки зрения выживания, когда тревога зашкаливает, она более важна. Потому что, допустим, если мы живем в местности, где есть какие-то хищники, например, мы живем в саванне, тут есть львы на открытых пространствах, и нам приходится иногда перебегать по земле, ну, как нашим предкам. Надо быть очень внимательным. И если ты вдруг замечаешь какое-то быстрое движение, возможно, что это лев, который тебя съест, и нужно успеть либо спрятаться, либо убежать. И если ты замечаешь какое-то движение краем глаза, реагируешь на это, но это оказывается ложная тревога, ничего страшного. Ну, подумаешь, ты ошибся, это не смертельно. Но если ты не заметил опасность, да, вот тебя лев тогда подстерег и съел, ты не оставил потомство. Поэтому выживали люди, у которых тревожность была более высокой по сравнению с остальными. И с точки зрения первобытной жизни, эта тревога вполне оправдана. Потому что большинство опасностей, которые окружали человека, были опасностями физического плана. Это чужаки, это хищники, это какие-то природные катаклизмы. Нужно было быть все время вот так, в готовности, если что, драпать. Ну, или давать последний бой. Но жизнь изменилась, а наша биологическая прошивка осталась прежней. Поэтому то, что помогало выжить, скажем, 10-20-50 тысяч лет тому назад, сейчас вот эти вот старые шаблоны, инстинктивные реакции, которые в нас кинетически, наверное, прошиты, заданы, они сейчас мешают. Потому что у нас развилось мышление, мы можем каким-то образом создавать модели мира и реагировать на эти созданные модели мира точно так же, как на реальность. И если мир древнего человека был большим, опасным, но реальным, то во многом наш мир, наша модель мира сейчас включает много того, что еще не существует, она такая виртуальная. И часть из этих тревог связана с социальным общением. Интересно, как я приду на новую работу? Как они на меня посмотрят? Блин, а вдруг я кому-то не понравлюсь? А если я кому-то не понравлюсь, они будут надо мной смеяться или будут мне делать пакостью? То есть на возможные грядущие неприятности мы начинаем реагировать как будто на уже возникшую опасную ситуацию. И социальные ситуации наряду с физическими угрозами тоже были очень важны для человека, потому что если тебя, допустим, племя торгает, это еще 10 тысяч лет тому назад, это явная смерть. Если ты какой-то дерзкий, агрессивный, дерзкий, скорее всего ты вступишь в столкновение, в котором не выживешь. Поэтому мы, в общем-то, на генетическом уровне предрасположены к тому, чтобы не высовываться, как-то стараться не конфликтовать, быть более-менее дружелюбными, не нападать первыми большинство людей, потому что это та прошивка, которая облегчала выживание. И мы реагируем на два типа опасностей, на какие-то физические и на виртуальные опасности, точно так же, как и на реальные физические. У нас развилась стрессовая система, так называемый общий адаптационный синдром, который наиболее ярко описал Ганс Илье, но были и предшественники, которые этим занимались. То есть система, которая… Вот у человека есть базовая тревожность. Тревожность как эмоция. Эмоция – это способ быстрой оценки, есть опасность или есть ресурс в том, что мы вообще наблюдаем во внешнем мире. И вот эта базовая тревожность, которая все время была на чеку, с которой мы все рождаемся с этой тревожностью, чуть что, если мы получаем какие-то подтверждающие сигналы, она запускает в ответ вообще адаптационный синдром. Это стресс, то, что мы подразумеваем под этим словом, потому что мы часто говорим, вот у меня стресс, то есть какие-то события, но стресс – это еще и наша реакция организма, которая готовит нас к немедленному действию, к био-беги. Вот у нас там целая куча биохимических реакций, активируется симпатическая вегетативно-нервная система, в кровь выбрасывается адреналин, зрачки расширяются, мы начинаем дышать более часто глубоко, потому что наше тело ждет, что сейчас будет интенсивная физическая нагрузка. Сейчас придется бежать изо всех сил, например, ну или драться. К мышцам кровь приливает, сердцебиение учащается, дыхание учащается, а все второстепенно в этот момент гасится, потому что пищеварение замедляется, тут не до пищеварения выжить бы. Сексуальные какие-то потребности выпадают из нашего внимания, потому что, ну какое размножение, да? Вначале нужно выжить, только потом размножаться. Иммунитет подавляется, потому что, когда выбрасывается один из гормонов стресса, эти кортикостероиды, в основном кортизол, он способствует тому, что мы получаем в кровь быстрые углеводы, но одновременно этот кортизол подавляет иммунную реакцию, потому что в данный момент это тоже не важно. То есть у нас тело готовится к бою или к борьбе, у нас происходит активация внимания, мы начинаем гораздо лучше видеть все, что происходит вокруг, потому что это важно. Любая мелочь может быть полезна для спасения. И притупляется болевая чувствительность, потому что да, больно, но если что, ты должен все равно продолжать действовать. И получается так, что вот на фоне этой тревоги мы готовы, организм реагирует, и, по идее, мы должны опасности отреагировать в действии. Но в современных условиях мы реагируем на виртуальную опасность, мы остаемся сидеть на диване, смотреть телевизор, при этом думать какие-то ужасные мысли, напряжение растет. И вот эти гормоны и нейромедиаторы, которые выбрасываются в кровь, они же оказывают действие. И получается, что организм не перерабатывает вот эту возможную готовность к действию, в действие. И вот это является причиной многих стрессовых болезней. Вот если очень кратко, схематично, примитивно. И чем больше человек в эти ситуации попадает, тем чаще он подвергает свой организм таким экстремальным нагрузкам, потому что стресс, в общем-то, это экстремальная нагрузка, это готовность сражаться за свою жизнь. Ну, если это из раза в раз, да еще в день несколько раз, естественно, мы получаем потом целый букет заболеваний, в зависимости от того, какой у человека слабое место.